В России автозаводы сейчас стоят или работают в полсилы. Тем временем европейский автопром тоже свалился в серьезный кризис. Дело в том, что дешевизна украинской рабочей силы привлекла множество производителей автокомпонентов. Государственное агентство Украин Инвест насчитало аж 22 бренда и 38 заводов. Неясно все ли из них работали, но специализация известна. Если не считать кожевенный завод немецкой фирмы Бадер, то как минимум 17 заводов поставляли электрокомпоненты и провода. Это фирмы Леони, Фудзикура, Никсанс, Сумитомо, Претель, Кромберг и Шуберт, Язаки, Аптив. Ирландская Аптив еще в феврале вывела из Украины крупносерийное производство. Остальные заводы, сконцентрированные на западе страны, встали. Всего в индустрии занято 60 тысяч человек. По разным оценкам речь может идти о 15% электродеталей, необходимых Европе. Сократили производство BMW, Porsche и Skoda. Ford на неделю останавливал выпуск фокусов в немецком Зарлуи. Застопорилось производство Fiesta в Кёльне. Завод в Испании не выполняет план по минивенам Galaxy и S-Max. А в польском Познане с 10 марта не выпускают каблучки Ford Tourneo Connect. Mercedes замедлил венгерский завод в Кичкемете, где выпускаются переднеприводные А-классы CLA, а также электрический кроссовер EQB. Глава Volkswagen Gerber Diss сообщил, что недопоставка деталей из Украины, помноженная на дефицит микрочипов, повлияли на большинство европейских филиалов. Головной завод в Ольсбурге стоял две недели и восстанавливает сейчас процессы с упором на семейство Golf, тогда как Tiguan, Touran и Sea Taraco делают по остаточному принципу. Два дня простаивал завод в Братиславе, который выпускает большие кроссоверы Audi, Volkswagen и Porsche. Электромобильные заводы в Дрездене и Цвикау отдохнут как минимум до апреля. Audi пришлось остановить заводы в Никорзульме и Хальброне. Это гигантский кластер, который выпускает почти все легковые модели марки. Отдельные конвейеры стояли с 7 марта, другие замерли на неделю позже. Не хватает деталей венгерскому заводу Audi в Dior, который помимо кроссоверов Q3 и спорткаров TT делает двигатели. В целом ситуация должна стабилизироваться к концу марта или началу апреля.